18 ноября в календаре праздничных дат отмечено как день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на его вотчине в Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима. Каков возраст зимнего волшебника, откуда хозяин зимы, родом и когда у него появится внучка? Попыталась узнать Любовь Пермякова. А кто же он такой? Наш старый друг и добрый волшебник, российский Дед Мороз. Русский Мороз – персонаж славянского фольклора. Сурового бога зимы и северного ветра наши предки называли Трескун Мороз Костуденец. Его представляли седовласым стариком, обязательно с бородой. Он ходил в белой одежде, серебристого цвета, она была свободная, до пят, без пояса тогда он еще был, и обязательно с посохом. А может быть, прапрадедом русского Деда Мороза был герой русских сказок «Морозка» или «Мороз красный нос». Его представляли, конечно же, он олицетворял природу. То есть он был властителем с ноября по март, он был властителем природы, мог устроить зимнюю стужу, пургу, нагнать ветер, метель, проверял, как скованы льдом реки. Назвать его добрым не смог бы даже самый оптимистичный славянин. Ведь в божественные обязанности входило не только замораживание рек и создание метели, но и похищение непослушных детей. В общем, дедушка не всегда улыбался в бороду и носил в руках посох, а за плечами мешок с подарками. Первый Дед Мороз, который назывался Зимником, держал увесистую железную булаву. И если ему что-то не нравилось, применял ее по назначению. Такого сурового персонажа на Руси пытались задобрить. Его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей, блинами и кутьей. Еда для Мороза оставлялась на окне или на крыльце. Тогда же хозяина зимы просили не приходить летом и не портить урожай. Годы сделали дедушку сердобольнее. Более чем за две тысячи лет невысокий злой дед с седой бородой, бывший богом славян, с приходом христианства подрос и подобрел. Палку он заменил на волшебный посох. В общем, изменился Мороз в лучшую сторону. Это произошло примерно во второй половине 19 века. Тогда в России задумали создать рождественского деда, который дарил бы подарки малышне. И если вначале дедушка носил шубу белого или синего цвета, после 1917 года имидж Мороз поменял. Одежда стала красного цвета под цвет интернационального пролетарского флага. У дедушки появляется не только свой фирменный костюм, но и транспортное средство. Хотя считается, что русский дед обязан ездить на тройке лошадей, есть в усадьбе и другие упряжные. Например, любимец хозяина – белый северный олень Лешка. После 1920-х годов жизнь снежного пенсионера могла закончиться трагически. Ведь в СССР началась антирелигиозная кампания. Не только Дед Мороз, но и елка стали рассматриваться как религиозный хлам и превратились в продукт антинародной деятельности капиталистов. Но после нескольких лет запрета в 30-е годы в Советском Союзе вновь была разрешена елка с ее обязательным персонажем Дедом Морозом. В конце 1935 года после некоторых сомнений дедушку полностью реабилитировали. Волшебника восстановили в снежных правах. Хозяин зимы вновь стал в законе. Как выглядели первые Деды Морозы, можно увидеть на довоенных фотографиях. Один из таких снимков хранится в Ненецком краеведческом музее. Долгое время в детских садах Дедом Морозами были воспитатели. Вот здесь хорошо видно костюм, женские глаза, накладная борода и усы из мочала. Тогда же появляется и неизменная спутница Деда Мороза – Снегурочка. И с тех пор холодный персонаж стал неодиноким. Дедушка! Внученька! Здравствуй, дорогой! Здравствуй, внученька! Первое совместное официальное появление Деда Мороза и внучки в качестве его помощницы произошло на встрече 1937 года в Московском Доме Союзов. Вообще, стоит отметить, что добрый старик имеет своих прототипов во многих других странах мира. А у милой светловолосой девушки такого прообраза не существует ни в мифологии, ни в легендах и в сказках иных народов. Снегурочка – это исконно русское достояние. В фольклоре Снегурочка является персонажем народной сказки, а сделанной из снега девочки – снегурки, снежевиночки, которая ожила. Этот сюжет был обработан и опубликован в 1869 году Афанасьевым. Пройдет еще 30 лет, и Дедушка Мороз станет не только национальным героем, но и главным героем фильма-сказки Александра Роу-Морозка. Леденящая душу история в сюжете моментально растопит сердца миллионов детей и взрослых по всему миру и станет любимой кинокартиной нескольких поколений. На вот шубу мою, лапушка. А как же ты, батюшка? Не замерзнешь? Не замерзнешь. Кстати, в личной жизни у российского Дедушки Мороза тоже все хорошо. Ведь в отличие от своего зарубежного коллеги Санта-Клауса, Мороз семейной жизни вполне счастлив. В женах у него сама зима. Любовь Пермякова, Антон Бодряков, Телеканал Север.